Ждем прорыв. Самое интересное за вот этими шторами. Я волнуюсь, потому что у меня был перерыв в три года. Где Борисевич, где Рахманов, когда играет Борис? Почему вас тренер не видит в составе? Я уже много раз такое проходил. Вот это работа мечты. А футболка-то не простая, а футболка брендовая. Наушники офигенно поглощают весь звук. В недалеком будущем, может быть, будет у нас какая-то поддержка от государства. Будем импровизировать, надеюсь, Артем и в этой программе будет, как в жизни, вести себя достойно, четко и пянуть свое мнение. Потому что эта программа головой облет. Я уже нажал. Это вступительная моя первая подготовка. Дорогие друзья, это блог-влог-шоу программы «Журнал номер один» о хоккее Казахстана. Головой облет. Меня зовут Артем Булан. Я по-прежнему ваш главный путеводитель в мире под названием «Казахстанский хоккей». Сегодня интересный выпуск. Сегодня покажу вам за кулисья казахстанского спортивного телевидения. А заодно и сам по работе у меня пригласили в качестве эксперта. Благодаря вам, благодаря зрителям, благодаря вашей поддержке. Эксперт на нашем канале «Инспорт» перед серией плей-офф. Поэтому все вместе, благодаря мне и вы здесь побывайте с первых зрительских рядов. Как я всегда говорю, увидим все от первого лица. Погнали! А вот, друзья, познакомьтесь с генеральным продюсером «Инспорт» Шота. Приветствую. Мы всегда на связи, но вот вживую наконец-то увидели. И сейчас он небольшую экскурсию нам проведет. У нас здесь небольшой бардак. Мы только переехали в Новый год. Приветствую. Только начинаем. Вот первый проект запускаем хоккейный. Кстати, смотрите, прибойный и интересный контент. Для любителей хоккея однозначно. Так что... Но поскольку там есть головой облет, он уже априори прикольный. Да, да, да. Поэтому мы вас позвали в гости. Так, теперь это аппаратка. Здесь еще и бардак. Мы только настаиваем, получается. Не слезай. Но самое интересное за вот этими шторами. Здесь контент будет сниматься здесь. Проходите. Заиграем. Добрый день. И важная информация. Это наши ведущие. Добрый день. Здесь такой генеральный прогон, я понимаю. Меня Артем зовут. Добрый день. Небольшой такой влог просто показать. За кулисье казахстанского спортивного телевидения. Высокого уровня. Правильно же? Ну, стараемся. Стараемся. А мы находимся в студии. И вы имеете возможность своими глазами увидеть все за кулисье. Вот, смотрите, шесть камер. Получается, у нас четыре основные камеры. Одна камера – это камера суфлер. Камера суфлер – это вот ведущий. Здесь видит, бежит текст. Видите, здесь стекло. Он читает текст, который бежит по этому стеклу. А позади находится камера, которая снимает его. И у вас складывается впечатление, что он – это многое, что говорит от себя. Но, как правило, ведущий читает по суфлеру. И вот такая вещь им приходит на помощь. Мониторы. Графика будет здесь всплывать. Софиты. Правильный свет. Это вообще самое важное, что может быть в студии, в телевизионной. Сюда можете пройти, здесь у нас пять комментаторских позиций. Кстати, для зрителей своих хочу сказать, что я так вот торопился в установлено на «Инспорт», что не взял полный комплект. Нет микрофона моего, нет моего штатива. Главное, камеру вот взял. Всю технику, ничего, почему-то у меня из головы вылетело. Ничего с собой не взял. Но будем надеяться на этот звук, который здесь встроенный на камере. Так что говорим погромче. Все, понял, понял. Ну, мы буквально две недели. Это комментаторская, да? Да, здесь будет пять камер. Вау, они прикольно подписаны. Так, у нас тут, это первая кабинка из пяти, да? Да, да, да. То есть, друзья, смотрите, когда вы включаете трансляцию и слышите комментатора, то он, вот, как правило, находится вот в такой кабиночке. Здесь звукоизоляция, смотрите, какая. Наушнички. Картинка. Кстати, наушники офигенно поглощают весь звук. Ничего абсолютно я вокруг не слышу. Картинка. И понесла. Здесь, как правило, видео. Тут, может, какая-то статистика, да? Вот так вот. Все это выглядит круто. И ничего не мешает. Да, в принципе, это такой же дизелистики. В пять кабинок. У нас одна сейчас доработана, остальные подключаем потихоньку. Ну, все, и начнем в полную трансляцию. Приветствую еще раз. Приветствую, молодой. Это ведущий 1x матч, Ильдар. Готовимся, буквально несколько, три часа до старта. Второй блок с Артеном Буланом вообще не готов. Не знаю, что делать. Будем, наверное, его и не будет. Может быть, его и не будет. Да, может, его не будет. Будем импровизировать. Надеюсь, Артем и в этой программе будет, как в жизни, вести себя достойно. Четкие кинули свои деньги. Сильно. Вот этот красивый коллега с идеальной стрижкой, не как у меня. Вот здесь он в кадре. Игорь Черников. Кто? Олды помнят его по чемпионату Казахстана. Еще когда его не то, что не транслировали, когда люди на телефоны снимали чемпионат Казахстана и друг другу пересылали. Вот Игорь Черников тогда газовал в клубе Астана, да? Да. На позиции тренера. Все. Можете его вспомнить. Он будет экспертом сегодня вместе со мной. Да, включайте сегодня в 19.00 по трансляцию. Так этот выпуск выйдет через неделю, по сегодня. И сегодня тоже включайте, да? Кстати, угловой облет на заре, на самом становлении чемпионата Казахстана был выпуск про Игоря. Мы рассказывали про человека, который делает, кастомизирует хоккейные шлема и доводит их до высочайшего уровня. Так что хоккейные голкиперы, да, и все, кто любит эти фишечки. Вот человек этим занимается. А, монтаж, монтаж. То есть производство контента здесь. Это вот лучшие силовые, лучшие голы, худшие голы, броски. Бардак творческий. Да, вот это и есть настоящая монтажка, где монитор на кроссовочках Adidas. Так и должна выглядеть настоящая монтажка. Вот с такими камерами раньше шли на охоту люди, вот, добывать классные кадры для вас. Но сейчас, конечно, все очень минимально. Просто для видов. Минималин, да. Это музейный экспонат. Приветствую, меня Артем зовут, головой облет. Очень приятно. Как раз одинок смачу монтирует. Опа, опа. Сейчас логотип студии. Вот, здесь рождается красота. Вот это настоящий художник, только уже современного жанра. Художник, который все в графике, в пикселях, да, или как правильно сказать, все это производит вот на мониторе. Я именно сегодня голову не помню. Потому что эта программа головой облет. Здесь чистая голова только у ведущего. А лучшие вот эти силовые голы, это вот здесь, да? Какие не разбираются. Нет, это здесь монтируется? Да? Тот-то люди иногда пишут в комментариях, слушайте, а почему этот силовой и не тот? Я в такие не разбираюсь. Я в другого человека, кстати, получаю, мы здесь графику просто накидываю, так что. Зато честно. Так многие, даже я думаю, кто-то на тренерской стоит, знаешь, даже правила еще не знают. Это наш хоккей, такой он. Да-да-да, я же это сегодня репостил уже. Кстати, обрати внимание, я думаю, тебе вырезать было это очень в кайф, потому что я даже... Зеленый фон. Зеленый фон, во-первых. И смотри, я даже под стилистику всей движухи, под стилистику главного партнера зашарил. Можете подпишитесь на наш YouTube-канал. Как у тебя, кстати, главная ведущая? Да. Нормально? Здесь эфир. Добрый день. Денька выходит на вашей телеканале. На вашей экране. Это эфирное, да, это прям сердце получается, да, любого телеканала. Офигеть, вот кто-то любит, кто-то залипает же на это, да, и получает удовольствие. Кстати, небольшое вот такое закулисье. Как-то раз приютил меня у себя дома Артем Груделев, хоккеист нашей лиги. Так вот он проснулся рано утром. Я как сейчас вспомню, я захожу, а он в комнате смотрит в 6 утра трансляцию вот этой штуки. То есть взрослый мужик, старше 30 лет и смотрит этот трансляцию в 6 утра. У нас есть такие же сумасшедшие здесь. То есть прям вот вы находите, да, здесь вот эти... Вот это, типа, верхний экран интереснее, чем нижний для вас. Ну, честно, да? Честно. Какие я уже перелывочные, но... Блин, ребята, это же не спорт, хоккейный телеканал. Ну, нет. А это головой облёт. Здесь только правда, понимаешь. Здесь нет, а почему нет? Да, действительно, кому-то вот больше нравится гейминговая движуха. Кстати, напишите, ребят, в комментариях, вы за верхний экран или за нижний всё-таки. Ну, для меня всё равно жёсткая загадка, как это можно, во-первых, смотреть, а во-вторых, как это можно ещё и комментировать. Просто не представляю. Не зря спортивный телеканал, потому что, ребят, спортивные, на великах, прямо сюда, на второй этаж. На трековых, без тормозов. Прямо из дома. Как на любом телеканале, много кофе, много воды. Да, 24 на 7, пацаны. 24 на 7. Нельзя спать. Добрый день, я смотрю, у вас прекрасная девушка есть в команде, что-то представьте. Это Асима, она у нас маркетингом здесь занимается. Ну, как с маркетингом у Инспорта? Всё нормально? Ну, пока не очень. Надо лучше, да? Да, надо лучше. А я так понимаю, в гос какой-то поддержки у вас нет? Нет. Всё партнёр и всё спонсоры, да? Всё, да, частные. К сожалению. Ну, может быть, в каком-нибудь недалёком будущем, может быть, будет у нас какая-то поддержка от государства. Пока только частные инвестиции. Да, это вот для тех, кто, может быть, кто-то в комментариях начнёт сравнивать Инспорт с КАС Спортом. Вот у КАС Спорта это господдержка, это огромные деньги, которые поступают. Да, Инспорт как бы всё ищет партнёров, ищет спонсоров. Поэтому по поводу рекламы обращайтесь. И этим занимается прекрасная девушка. Всё, услышали. Да, если вдруг среди моих зрителей есть миллиардеры, которые до сих пор даже меня не поддержали, то вот предлагаю поддержать и головой облёт, и Инспорт. Спортивный комментатор. Всем привет. Любитель всех видов спорта и знает о них великолепно. Приветствуем вас. Ну, самый всё-таки фаворит в списке всех видов спорта? Несколько. Конечно, на первом месте у нас теннис, затем футбол, гольф и очень много зимних видов спорта. А как вам работа ваших коллег из регионов, которые комментируют хоккей? Вот честно, оцените. Есть ли на чем расти? Есть, безусловно. Всегда есть над чем работать, но в общем на данный момент можно поставить твёрдую четвёрку. Вот, Женя, технический директор. Всё. Благодаря ему всё здесь работает. Груха. Свет есть. Свет. Экраны горят, данные передаются, трансляции идут. Мне кажется, многие сейчас смотрят и думают, вот это работа мечты. Целый день сидишь, смотришь спорт. Рядом вот А7. И пьёшь кофе, смотришь спорт, кайфуешь, крутой классный голос слышишь вот здесь, наслаждаешься, да? Ну это очень тяжело, если честно. Потеряешь концентрацию и как бы и качество упадёт. Что-то всё показал, а босса, кабинет босса, что там рассказывает, там, наверное, барная стойка, там, наверное... Илья Агеншин у нас очень любит работать, следить за каждым продуктом, 24 на 7. Он, наверное, один из первых приходит, один из последних уходит, в общем, мы с ним соревнулись в этом моменте. И вот он за этим кабинетом, да? Да, да, да. Мы сейчас... А, вот там важные переговоры, там важные переговоры. Ладно, переговоры закончены, мы зайдём. Вот там что-то решается очень важное, эксклюзивно буквально. Может быть, подписывается контракт на Бундеслигу или на Премьерлигу. А вы, кстати, будете футбольную QG лигу, да, транслировать в этом году? Да, надеюсь, вроде договаривались. Будем часть контента снимать и транслировать обязательно. Ну, такой интересный продукт, кстати, для молодёжи, я думаю, блин, это круто. Кстати, вот как идея, может быть, какой-нибудь потом, в перспективе, как начинал, например, спортивная трения НТВ, матч, конкурсы для молодых комментаторов из регионов. Записать свой кусочек, например, прислать вам. Вы найдёте изумруд какой-нибудь, пригласите и на ту же QG лигу. Ну, вообще мы планировали, естественно, открыть здесь школу комментаторов. То есть у нас контент сейчас прибавляется, больше, больше, больше. Там спланы ещё телеканалы открывают. Это куча разного изнародного контента и очень дефицитные комментаторы. Потому что все одни и те же голоса. Да, можно открывать новых звёздочек. Да, 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 это нам очень интересно. Голоса каналов, ну, по разнообразию, как на казахском, так и на русском. Это всё с первого плана, да, никаких перезаписей, всё с первого дубля. Провели мне ребята здесь экскурсию, посмотрел, поглядел. Вот, собственно, главный человек Минспорта, босс, так сказать. Ты застал меня как раз, мы ведём переговоры по правам. Чуть позже мы объявим об этом. Ну, проектов на самом деле много. Мы всегда рады тебя видеть, чтобы ты почаще хотим, чтобы ты приезжал к нам, участвовал в жизни канала. Твой блог крутой, людям нравится и нам нравится. И мы рады, что мы примерно в одном направлении мыслим с тобой. Можно ли сказать, что вот этот год – это как раз-таки первая большая попытка Минспорта из, ну, например, просто бродкастера, да, перерасти в настоящий канал, который будет ещё и производить контент и будет заинтересовать зрителя. Ждём прорыв, много новых идей, много новых проектов, новое оформление. Скоро будут даже клипы, песни в честь телеканала. Нашим спортсменам, нашим хоккеистам всё-таки быть более открытыми, более медийными. Потому что, условно, даже в том же ПММ Казахстана, если Ирки Булан Токтар приходит в студию к вам, например, его не надо будет заставлять, задавать ему вопросы, он сам сделает шоу. А сейчас он придёт, условно, Михаил Рахманов, звезда, да, и вот я уверен, что он скажет о плане на игру, о настрой, но какого-то вау-эффекта, вот они не умеют это наше, к сожалению, звёзды. Надо им медийно расти, а если они будут медийно расти, и ваш канал будет спрести. Я смотрю на это даже с точки зрения тех игроков, которые к нам приезжают, будучи бывшими игроками НХЛ и так далее, и разница чувствуется. То есть они привыкли, что то, что интервью, общение с прессой – это реальная часть их работы, такая же важная, как и игра в хоккей на льду. Поэтому здесь действительно, в этой части, наверное, надо просто немножко научиться игрокам, самим тренерам, воспринимать это как реально, как важную часть их работы. Вот он, наш гость первый, это Михаил Рахманов, кто не узнал, пришёл в студию. Вот так приходят хоккеисты Бориса, простенько. Приветствую, Миша. Как дела? Хорошо. Ничего, отлично. Что, прям сегодня жечь будем в эфире? Без понятия. Анастасия, скажите, а вы сами-то волнуетесь перед первым эфиром, или это уже для вас? Нет, я волнуюсь, потому что у меня был перерыв в три года практически. Именно в эфире? В ведении прямых эфиров, да. Поэтому, конечно, волнуюсь. А футболка-то не простая, а футболка брендовая. Самое лучшее, что там. Футболка брендовая. Вот хоккеисты настоящие. Ян Калиновский, эксперт студии 1Х матч. Как тебе идёт костюмчик? Это со свадьбы вот. Специально для старта студии, да? Всё самое красивое, знаешь. Кстати, тут же прикольная параллель. Ты был под руководством Игоря как игрок, и теперь он тебя будет ещё грузить в эфире. Вот так бывает. Вот так бывает. Тренер и бывший игрок встретились. Ребята, я такую параллель вам нахожу. Михаил, блиц интервью такое с тобой. Ты сам свой перевод в «Номат» рассматриваешь как ссылку или как наоборот возможность, шанс показать, доказать свой уровень? Ну, я уже много раз такое проходил, и я думаю, для меня это уже просто более понятно, что ли. Ну, сказали, играй там, играю там, сказали, тут играю, тут. Ну, везде стараюсь показывать всё, что умею. Так что для меня, ну, как бы, наверное, доказать, то, конечно, но я стараюсь везде доказывать. Самый частый вопрос от болельщиков, которые мне пишут, где Борисевич, где Рахманов, когда играет Борис? То есть, вот, считают, что вот вы прям необходимы клубу, и почему вас тренер не видит в составе? Ну, это уже к тренеру вопрос. Ну, сейчас вот Борис играет нормально. Это при предыдущих тренерах, но мало ему доверяли. Со мной, наоборот, последний тренер не доверяет. Так что всё, ну, зависит много от тренера. Ну, вот, тренер не видит, я в норме пока. А сам свою физуху, форму, ты функционал оцениваешь сейчас как пик, ну, именно к данной части сезона? Ну, не скажу, что пик, но я сейчас себя хорошо чувствую. Вот, когда сейчас игры будут, я думаю, что должен показать нормальность. Потому что вот мы сейчас, ну, готовились, было время и потренироваться, и я думаю, сейчас будет всё нормально. Ну, тренерский штаб «Намада» к вам, игрокам, ну, элитной группы, да, ну, прямо скажем, элитной группы Бориса, как-то как на равных, или всё-таки вы там отдельно тренируетесь, может быть, отдельно? То есть не так на вас налегают? Или вы со всеми там пашите, бегаете с баллонами? Ну, нет, ну, конечно, как со всеми. Ну, баллонов сейчас нету, потому что Федор Васильевич без баллонов у нас. Ну, а так, да нет, конечно, всё так же. Ну, и баллоны, по-моему, уже поздно, уже сейчас. Или кто-то всё равно ещё бегает с баллонами, уже в разгар сезона. Ну, сейчас, я думаю, да, уже поздно. Ну, конечно, можно было, когда сейчас, например, чуть было время подготовить плов. Если ты любитель дать баллоны, я думаю, то можно было, время было. Ну, мы больше так, на льду, ну, и ходили в зал, почти, ну, там, через день ходили, так что... А вот для, знаешь, для обывателя, скажи, отличие всё-таки Бориса от Намада именно вот в бытовых моментах, в том плане, что вот когда ты в Борисе, ты, наверное, 24 на 7, да, ты всё с командой, выезды, разъезды, залы, не залы, а в Намаде, кажется, как будто поспокойнее, посвободнее, больше можно с семьёй времени провести. Вот так ли это? График не такой плотный. Ну, да, потому что в КХЛ сейчас достаточно много игр сделали, и получается, ты неделю дома, неделю на уезде. И когда ты дома, ты тоже через день игры, и получается, что да, что очень мало времени с семьёй. А тут, да, сыграли, ну, вот тем более сейчас, после Нового года, по одной игре с каждой командой. Вот у нас ещё были поездки, там, на автобусе. Съездил, вернулся, ну, считай, два дня тебе не было. Ну, и пять дома, потом ждёшь, ну, готовишься, тренируешься, потом опять съездили на два дня. Ну, как бы сейчас, да, вот то, что в Намаде, ну, гораздо больше времени дома. Как оцениваешь сезон Никиты Михайлиса в «Металлурге»? Это феноменальный сезон или это не его предел? Ну, не его предел, конечно, потому что, ну, он показывает хорошую игру, но то, что он, ну, мог больше гораздо очков набирать. Потому что, ну, у него моменты есть, но я считаю, что он, ну, хорошо играет, и я думаю, в пылов он ещё себя покажет с лучшим стороны. А в чём феномен Егора Петухова, который, казалось бы, здесь был недооценён, много хейта в его сторону, сейчас в «Динамо», что творит, просто сумасшедший? Ну, ему в том году уже очень много, что ли, давали играть, и в большинстве, и в меньшинстве. Ну, в большинстве, конечно, не так много, но он очень много игрового времени играл. Ну, и вот он набрал свои очки, подписал «Динамо», и сейчас он, ну, он сейчас играет, конечно, в четвёртом, больше ставит. Всё, тебя забирает на суде. Да, Миш, спасибо большое. Прогноз на матч «Намат-Горняк». Счёт или… Счёт в серии. Ну, под 4-0 или нет? Максимум 1. 1 дадите им, спасибо. Друзья, а закончить этот выпуск я хочу, как всегда, по традиции, розыгрышем офигенного стильного приза для самых лучших людей Земли, для зрителей программы «Головой облёт», для зрителей казахстанского хоккея. Всем, кому не безразличен этот вид спорта, этот турнир. Это тёплая и стильная шапочка доминатора некогда казахстанской лиги клуба «Сарарка». Получить такую в коллекцию, я думаю, мечта многих болельщиков, причём из разных городов. Чтобы её получить, оставьте комментарий к этому выпуску, напишите, за кого вы топите в плей-офф, и почему аргументируете самые интересные комментарии. Давайте я выберу три самых топовых комментарии. За первое место будет шапочка, за второе и третье место я тоже отправлю классные призы с эмблемами других клубов лиги. Вот просто напишите, за кого вы топите в плей-офф и аргументируйте, почему. Даже если ваш город не представлен в плей-офф, всё равно напишите «Клуб». Шанс выиграть мерч клуба в казахстанской лиге есть абсолютно у каждого из вас. И более того, многие зрители «Головой облёт» уже получили фирменный мерч себе в коллекцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова